Следующий доклад у нас выступает Амир Вильевич, Валиф, генеральный директор Афанка Аскад, который рассказывает про свою разработку беспилотного летательного аппарата. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Валиф Амир Вильевич. Полистине немножко ошибся. Я буду рассказывать не про нашу разработку, а про то, что иногда интереснее всем, как можно летать сейчас в России с помощью беспилотных летательных аппаратов. Обзоры законодательства, краткие, и что можно делать сейчас, и что предполагается сделать потом, в дальнейшем. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, я тут хотел бы привести краткую терминологию, которая сейчас в каком-то степени устоялась или продолжает термироваться. Изначально самолеты этого типа называли БПЛА, потому что беспилотный летательный аппарат. Сейчас установился термин БЛА. Беспилотный летательный аппарат без слова пилот, без БКП. Следующий установившийся термин, потому что сам беспилотник не летает сам по себе, а ему нужна наземка, ему нужно программное обеспечение, ему нужен экипаж, автомобиль, минимум, обеспечивая и так далее. Поэтому установился термин БАК, беспилотный авиационный комплекс. Еще сейчас есть беспилотная авиационная система, я ее тут не привел. Но, в общем, все эти названия, которые вы слышите, они гуляют вокруг и около. С точки зрения законодательства, воздушное пространство, это ВП, пилотируемое воздушное судно, это тот термин, который сейчас входит в Воздушный кодекс Российской Федерации, будет в нем введен пилотируемое воздушное судно и беспилотный летательный аппарат, вот по той терминологии, которую я привел в ВС. Ну, автосъемка понятна, ВК, Воздушный кодекс и АП, авиационные правила. Есть ФП и ВП, так называемые, это федеральные правила использования воздушного пространства, и остальные АП-23 и так далее, и так далее, которые формируют требования к летательным аппаратам, и в том числе к беспилотным летательным аппаратам в ближайшее время будут предъявлены определенные требования. Здесь я привел краткую классификацию беспилотных летательных аппаратов самих по типам энергии, которые их питают, и еще небольшая отсылочка на то, как в дальнейшем предполагается классифицировать беспилотные летательные аппараты с точки зрения ущерба, которые они наносят на Земле. И основная проблема, которая здесь встает, это то, что, как многие из наших знают, некоторые, может быть, не знают, сейчас беспилотные летательные аппараты могут летать только в сегрегированном воздушном пространстве. Это так называемая закрытая воздушная зона. Значит, вот эта классификация по наносимому ущербу, она относится к тому, чтобы можно было в дальнейшем позволить беспилотным летательным аппаратам летать в несегрегированном воздушном пространстве, то есть там, где летают пилотируемые воздушные аппараты, не закрывая воздушное пространство и диспетчеризируясь там либо внешним диспетчером, либо используя систему АЗНВ, как у нас в России называют, либо ДСБ, как она называется, за рубежом. Я про них потом кратко расскажу. Значит, минуточку. По поводу классификации, значит, все беспилотники, они, ну, так же, как любые летательные аппараты, делятся на самолетные, мультирогные и вертолеты. Я не приводил тут аппараты легче воздуха, потому что использование их для коммерческих задач я пока не встречал, но поэтому не стал выгождать. Что касается источников энергии, то сейчас реально используем это аккумуляторное, бензиновое, и предполагаемое в широком применении в дальнейшем, особенно для задач Министерства обороны, это топливные элементы. Они сейчас не очень надежные, очень дорогие и очень малочисленные. У нас в России, я так понимаю, как бы два самолета есть, которые летали на топливных элементах, ну, или три максимум. Значит, что касается легитимности использования, значит, я могу сказать, что сейчас в России есть установлено законодательством порядок полностью легитимного использования беспилотных летательных аппаратов. Он, может быть, кажется сложным в каком-то смысле, да, но он работает, он реально применим, и все, кто сейчас начали летать по закону, им пользуются. Здесь немножко не тот слайд, но я вам расскажу, то есть я не стал приводить, не успел, вернее, создать слайд, который касается непосредственно того, что сейчас разрешено, значит, как это будет сейчас. Если читать только закон, то полагается подать заявку на использование воздушного пространства, да, представление, так называемое, оно подается за пять дней до полетов минимум. Значит, заявки на использование воздушного пространства должно быть указано территорию, где вы летаете, тип летательного аппарата, который вы используете, фамилию оператора, его, ну, фамилию, имя отчество, его контакты, то есть телефон, обязательно два телефона указывают. Если есть аэкционная рация, ее обычно ни у кого без полочек не бывает, то ее указывают. И указывается время полета со скольки до скольки. Значит, закрывается воздушное пространство на всей этой зоне, и всех оповещают других участников воздушного движения, так называемые «натамами», это латинская аббревиатура. Я, если честно, не знаю, как расшифроваться, но там. Все авиаторы знают, что это такое, но не знают, как это расшифроваться. Значит, это предупреждение для всех, которое опубликовывается, и все, кто летает, могут его посмотреть и узнать, оно расстрелается по всем аэродромам. В нем сообщается, что такое-то воздушное пространство закрыто от земли там до какой-то высоты, в таких-то координатах, значит, на сколько-то времени. Туда не имеет права залетать никто. Единственное, есть исключение, которое звучит в кодексе воздушного и в КПВП, что если какой-то самолет потерял бедствие или вынужден нарушить эту зону из-за того, что потеря управляемости возникает, то при наличии связи она обязательно должна быть между диспетчером, управлением воздушными движениями и оператором. Оператор должен посадить самолет, либо покинуть эту зону, становившись в какой-то точке, которую диспетчер может указать. Вот, конкретик, например, мы часто летали для государственной корпорации «Алимстрой», и все полеты, которые проходили в американские избранности, ну, через раз они прерывались, потому что постоянно заходят на посадку самолет, диспетчер звонит на оператор и говорит, немедленно сядьте, чьи-то нас именно, у нас заходит воздушное судно. Соответственно, мы были вынуждены прерывать полет и садиться. Это мешает сильно, но, тем не менее, пример такого взаимодействия между диспетчером и оператором. Значит, после того, как вы подали представление на использование воздушного пространства, не менее, чем за сутки, должно податься план полетов, или флайн-план, как его по привычке называют. В этом флайн-плане уже указываются конкретики, подтверждаются то же самое время старта и посадки, указываются снова фамилии оператора и так далее. То есть в каком-то смысле они дублируют друг друга. Ну, таков вот порядок. Это что касается использования воздушного пространства. Далее беспилотник может летать на основании двух типов использования воздушного пространства. Это или демонстрационные полеты, или полеты на авиационные работы, когда будет производиться аэроавтосъемка. Соответственно, если это демонстрационные полеты, то ничего, кроме представления использования воздушного пространства и слайд-плана, ничего не нужно. Если это полеты на аэроавтосъемку, то вы обязаны предоставить в МЗЦ информацию о разрешении. Это разрешение генерального штаба, разрешение штаба округа, разрешение федеральной службы безопасности ФСБ, и если вы летаете над населенным пунктом, то разрешение администрации населенного пункта. Эти все разрешения собираются примерно полтора-два месяца, так что если вам надо летать в той точке, где не было никаких разрешений, то вы можете сразу считать, что если требуется автосъемка и картографирование цикла, то любая практически организация примерно полтора месяца, если так не спеша. Есть различные методы знакомые, но минимальный срок, который я увидел на своих глазах, это за три недели все циклы, но надо сказать, что это только в тех организациях, с которыми уже есть связь, установишься и так далее. Обычно ФСБ и штаб округа, они долго реагируют, знакомых там нет, если генштаб более-менее оперативно стал работать, за три недели можно практически всегда получить разрешение. Штаб округа и ФСБ в особенности, это очень непредсказуемая организация. Они обычно делают все в срок, который положено, не больше месяца, а еще теряют бумаги и приходится постоянно контролировать. Но это из личного опыта, это остальное. Есть несколько моментов, которые связаны с законодательным использованием сейчас. В частности, фактически, летая, делая автосъемку, беспилотники используются как для производства авиационных работ. Авиационные работы у нас по воздушному кодексу могут выполнять только организации, получившие лицензии. Это лицензия на авиационное предприятие и лицензия эксплуатанта. Ни у одной компании, которая эксплуатировала беспилотники, сейчас, насколько мне известно, их нет. И у меня тоже их нет. Соответственно, это является прямым нарушением. Но так как беспилотники сейчас только развиваются, видимо, дано, я не знаю точно, дано или нет, показания пока не трогать. Но как только возникла какая-то конкуренция у беспилотных аппаратов с пилотированной авиацией, в частности, там, наступания на мозоли по водникам и так далее, я думаю, тут же это все потребует то, чтобы все, кто эксплуатировал беспилотники, стали авиационными компаниями или, по крайней мере, эксплуатантами авиационной техники. Либо перешли под крыло кому-то, либо сключили договор с тем, пока юридические пути эти не найдены, их никто не искал, не пробовал. Я могу сразу сказать, что бизнес такой полулегальный, в общем, сейчас получается. Значит, теперь что можно сделать еще, чтобы улучшить ситуацию? В общем, сейчас есть, если не считать вот эту опасность, которую могут инспирировать там, ну, любая административная организация, которая должна этим заниматься, да, то есть еще опасность следующая. Значит, самолет может столкнуться в воздухе, эксплуатник может столкнуться в воздухе с эксплуатированным воздушным судом, и он может упасть и нести вверх кому-то, да. Вот для того, чтобы это не произошло, необходимо улучшить эту ситуацию, ее можно улучшить, и нужно улучшить следующим образом. Сейчас любой эксплуатант воздушного судна, беспилотного, может застраховать свой летательный аппарат. Страховка называется на ущерб, это аналог ОСАГО в автомобиле, да, это ущерб третьим лицам. Стоимость страховки не очень большая, потому что она относится к килограммам взлетного веса, ее рассчитывали на пилотированные большие, там, фына со взлетным весом в несколько тонн, несколько десятков тонн. Поэтому, если говорить про беспилотную авиацию, то там стоимость уничтожная. Пока с этого страхового полиса обычно очень успокаивают всякие контролирующие органы, я всем советую, если они это делают, мы это стараемся делать всегда. Значит, но не было еще ни одного прецедента покинения летательного аппарата, на кого бы это не было. Но я могу сказать, что наш самолет вискоку 20 килограмм, если он упадет на какое-нибудь транспортное средство или на человека, конечно, будет нанесен ущерб. Поэтому однозначно мы, если летаем в людных местностях, мы страхуем на ОСАГО. Предлагается следующий механизм, это создание саморегулированной организации согласно 315-го федерального закона, который тут приведен. Значит, что может сделать саморегулированная организация? Она может сама ввести стандарты, требования к безопасности какого-либо вида деятельности. В частности, вот, есть три организации, которые объединились, как учредители создали некоммерческое партнерство. Это Геоскан, Тременов, это мы, в лице компании IFM-Серверс, это разработчик. IFM-Каскад, как я сейчас тут представляю, это эксплуатант. И еще компания Dinos, это небезызвестный воровьев, Валерий Дмитич, Юрий Дмитич, многие его знают. Значит, мы сейчас объединились и пытаемся создать, используя Скородательство Российской Федерации, 315-го федерального закона, саморегулированную организацию. Значит, основные цели ее создания, они фактически сводятся к безопасности полетов, но не реальные технологические, которые каждый производитель достигает сам, а именно организационные. Что в нее входит в это понятие? Кроме страхования самостоятельного, там еще есть такой немаловажный пункт, как коллективное страхование. То есть все члены, которые тогда входят, кроме собственного страхования, вносят еще примерно половину этой суммы на коллективное страхование, тогда сумма покрытия, вот ущерба, который может быть нанесен третьим лицам, увеличивается практически на порядок. Это очень сильно придает, скажем так, организационную безопасность для производства полетов. Поэтому в любом организации, которая эксплуатирует беспилотный датный аппарат, мои рекомендации наступают туда. Потому что я один раз столкнулся с силовыми структурами, с поездой, в частности, когда на заре используют в 2008 году у меня беспилотный датный аппарат в городе Шахта в 15 километрах от границы с Украиной. Это земля, с того, что аккумулятор закончился на парашюте, вот, рядом с бульдозеристами, которые, ну, что делают бульдозеристы после окончания рабочего дня, вот, в пятницу вечером, не надо объяснять. Эти бульдозеристы увидели, что самолет садится, мигает лампочками, сел он на дерево, зацепился, они его оттуда стащили, чуть ли не задоптали, он летал с тепловизором, позвонили в милицию, сказали, мы арестовали украинский беспилотник, потому что это 15 километров от Украины было, а у нас не было флага. И когда мы через полчаса приехали по Кагнатам, там был весь город, целый руководительный. Мэр был, начальник велиции был, начальник ФСБ был, начальник охраничника, скорая помощь, пожарная, ДПС. Вот они все приехали, все было очень интересно, но я потом 3 месяца самолет вытаскивал и испытал очень много неприятных минут, в частности, административных обвинений, уголовных и так далее. Но потом все обошлось, как обычно у нас тут в России решается, и мы уже разрешаем таким же путем. Соответственно, всем рекомендую защищаться законно. Этот путь сейчас есть, он существует, его надо применять. Значит, еще наше, ну не наше, а СРО предполагает, что будут предъявляться требования к экипажам, будут предъявляться требования к документам, которые с собой выводят экипаж. В общем, получается ситуация такая, если вы встретите какое-то лицо, которое попытается проконтролировать вас при выполнении полета, да, то участие в СРО, оно позволит вам показать документы, которые, ну, на 99%, я уверен, любого, любого контролирующего органа удовлетворяет, если, конечно, вы оформили заявку на использовании воздушных православств и так далее. Опять же, я выношу за стопки вопрос по поводу авиационной компании и авиационного эксплуатанта. Тут пока сложно что-то сказать, но, тем не менее, так как я сказал, так оно и есть. Теперь, что касается того, что нас ждет в дальнейшем. Я сейчас посмотрю, что у меня там дальше. Там дальше не очень интересно. Значит, меня сейчас очень сильно занимает практика использования, потому что оказалась такая, что почему беспилотники сейчас используются мало и нережитно. Поэтому есть несколько причин. Первая причина это то, что самолеты плохие, они ненадежные. Я могу сказать, что за свой самолет он летает, все хорошо, но экономически выгодная эксплуатация его, она наступила только недавно. У меня в компании каскады в Плотан. Ну, можно сказать, что в Убоке большом находится, относительно большом. То есть, несмотря на то, что были инвестиции, производили закупки самолетов и так далее. То есть, первые три года то, что мы сейчас летали, мы учились летать, учились правильно это делать, учились технологии. Ну, еще столкнулись с тем, что надежность самолета это фактически самое главное, что должно быть. Поэтому, когда вы покупаете какой-либо беспилотник, ну, от слова это одно, надо всегда спрашивать и те, кто его начал эксплуатировать. Причем, ну, я тоже, так сказать, вырубил ветку, на которой сам сижу, те данные, которые я привожу в себя, дело в том, что мы сильно рискуем почти всегда, потому что мы стараемся заработать много денег, и я знаю, что я могу свой самолет отремонтировать относительно дешево у своей же компании, которая его спроектировала. У компании, которая приобретает самолет, такие возможности нет. Вот, поэтому надо смотреть на статическую отказу, вот, надо проверять ее, надо разговорить с тем, кто эксплуатирует самолет. Вот, если говорить про наш ближайший конкуренцию, компания Орлан, да, есть компания ЛИП из Санкт-Петербурга, которая эксплуатирует этот самолет уже, по-моему, два года, да, есть компания, там, Газпром, космическая система, которые эксплуатируют залы, эксплуатируют Элерон, насколько мне известно, и, возможно, еще какие-то другие типы вот этих аппаратов. Вот, поэтому всегда надо искать людей, которые уже купили самолет, которые эксплуатируют. У нас это есть одна коммерческая компания, есть часть некоторой военной структуры, если к этому протянуться, мы это покажем. Но, если похвастаться, то последним достижением у нас бензиновый самолет, ТРСМ, который летает 8 часов, нормальный летает дольше, могу сказать, 10 часов. Вот, этот самолет за время командировок, которые я сам провел три недели в Свердловской области, сделал порядка 24 сдеков посадок, и только одна посадка мне пришла съехать самолетом за 30 километров. Я могу сказать, что это хороший показатель. Вот. Про другое пока не будем говорить. теперь что нас ждет? Нас ждет то, что сейчас закончилось обсуждение нового варианта воздушного кодекса в части беспилотных этапных аппаратов. Надо сказать, что те изменения, которые там происходят, они в основном связаны не с тем, что что-то новое вводится, а с тем, чтобы утвердить существующий порядок, улучшить его, ввести терминологию соответствующую. Представив изменения там, наверное, три сказать, да? Во-первых, вводится понятие воздушного пространства, которое не контролируется, да? Это то, что ниже 100 метров, как вот в Европе сейчас стояло, есть два предложения, одно 50 метров, которое сейчас уже озвучено в кодексе воздушного введения нижнего слоя воздушного пространства, где запускаются фейермерки и так далее, да? Поэтому предлагается его озвучить на 50 метров, это то, что разрешено использовать без обращения, то есть это пространство, которое не контролируется, в Европе 100 метров. Я в течение предложения для обсуждения над экспертом на 100 метров, но не знаю, какое будет принято. Это уже решает Министерство транспорта при принятии решения об этом законе. Сейчас он вышел на процедуру так называемого ОРВ, оценка регулирующего воздействия. Это эксперты, которые в Мидтрансе сидят, которые в соответствующих организациях сидят, смотрят все предложения, их анализируют. Второе главное предложение, которое касается беспилотных аппаратов, то, что они выделяются как класс и как объект для сертификации. Вводится понятие по весам, но оно нас мало касается, потому что реальная коммерческая работа выполняет только аппараты весом взлетно меньше 30 килограмм. Значит, там вводится понятие обязательной сертификации и обязательного обучения авиационного персонала для летательных аппаратов беспилотных конструктивной массой больше 30 килограмм. Ну, есть понятие взлетной массы и конструктивной. Конструктивная это масса без топлива и бесполезной нагрузки. Соответственно, у нас это 12 килограмм на нашем самолете. То есть 30 килограмм конструктивной массы это примерно летательный аппарат весом взлетом от 50 килограмм до 60-85, возможно. Это очень тяжелый самолет. С моей точки зрения, на эти самолеты требуется уже обязательная сертификация. Соответственно, все те, кто сейчас реально летает, они все внизу и я могу сказать, что в ближайшее время не будет требоваться сертификации этих летательных аппаратов и сертификации персонала, которых используем. Значит, сейчас еще второе важное введение это подготовиться почвы для полетов беспилотных летательных аппаратов в регулируемом воздушном пространстве. Но есть один нюанс. Для того, чтобы можно было летать в регулируемом воздушном пространстве, необходимо обеспечить наблюдаемость летательных аппаратов для диспетчера. Единственный путь обеспечения наблюдаемости беспилотных летательных аппаратов использование так называемого базы НВ. Это автотизированная в регулируемом я не помню как объектура шифрова, но в смысле следующий. На каждом аппарате пристоять устройство, которое, обладая своими координатами через GPS, должно их транслировать на определенной частоте с заданным стандартом всем участникам воздушного движения. получается, что в пределах действия излучателя, это где-то километров 15, любой пользователь воздушного судна, обладающий таким же устройством, будет видеть все воздушные суда не 15, а порядка 60 километров, даже больше бывает, потому что когда пилотируем воздушные суда летят на высоте около 10 километров, они видят другие суда по СНВ на расстоянии по-моему до 180 километров, я не помню точно цифру, но для беспилотных аппаратов скорость не больше 10 км в час, цифра в 15 километров уже закрывают все. И если сейчас говорить о том, что в Европе требуется для полетов регулирован в воздушном пространстве, то, чтобы самолет мог полностью видеть все окружающие пространства и клоняться от столкновений, у нас в России пытаются вести более мягкое крепление, и Европа к этому идет, о том, чтобы, если самолет беспилотный будет оборудован системой СНВ, западная аббревантура АДСП, то тогда они могут летать в пространстве воздушных классов А и С, а не только в закрытом воздушном пространстве. А это полеты на дородроме, Ц, где диспетчер может регулировать, я так упрощенно называю, там еще есть ряд нюансов, но с точки зрения того, что мы сейчас обсуждаем, это не важно. В общем, если удастся обеспечить полеты с помощью АЗНВ, это произойдет через три, вполне возможно, что диспетчерские центры будут уже оборудованы этим устройствами, летательные аппараты не будут оборудованы по этому АЭЦ, АЭЦ это пространство, где любой пилотируемый воздушное судно должно обладать двусторонний радиосвязь диспетчера. Соответственно, если оборудовать диспетчер и беспилотный питательный аппарат, то тогда диспетчер, зная, где летит беспилотник, будет разводить в воздушном пространстве эквентированное воздушно-связное беспилотное. Вот, это светлое будущее уже может возникнуть в Ямал-Неневском автономном мокрике, где, соответственно, аппаратура уже установлена у диспетчеров, вот, и в остальных во всех, вернее, пока с химии зональных центров управления эта аппаратура пока не была. По планам она должна быть установлена до 2000 года. Собственно говоря, вся борьба идет за то, чтобы это произошло быстрее, тогда можно было по беспилотнике эксплуатировать в регулировом воздушном пространстве, подавать заявки в воздушные не за 5 дней, а за 1 день, как и все, кто сейчас летает на пилотируемых воздушных судах. Ну, наверное, на этом слайде я пока закончу, перейдем к следующему. Амир, у нас время кончилось? Мы же совсем график переезжаем. Да, я понимаю, сейчас, секундочку. Вот, я тогда на каждом слайде по одной минутке остановлюсь, скажу. Значит, вот этот слайд вот касается того, какие требования к летательным аппаратам должны быть с точки зрения заказчика, не с точки зрения того, что производитель вязал, а то, что должно быть с точки зрения заказчика. Значит, следующий слайд это требования к аппаратуре, которая используется к полезной нагрузке, вот скажем так. Ну, рекомендованные камеры это рекомендованные камеры лично в нашей компании. Наверняка, есть еще какие-то другие хорошие камеры. я здесь, к сожалению, не могу привести камеры, которые являются автосъемочными, потому что ни по версии, ни по характеристикам, пока, ну, кроме Phase One, которые сейчас установлены на Орлан, но я не представляю, что будет, если из 30 полетов один полет закончится с какой-нибудь падением нехорошим, что мы с камерой Phase One стоим, по 3 миллиона рублей, сложно сказать. Вот. Далее, следующий слайд. Это как раз то, что я уже сказал, значит, но тут еще три нюанса, значит, есть еще нерассмотренное пространство ЖЭК, где может летать авиация общего назначения, ООН, так называемая, да? Ну, в Сибири где нет диспетчера, где нет радиосвязи, летают люди на вертолетах, робятся на Р-44, я сам на нем катался недавно, очень интересно, на различных видах пилотермоавиации или по моторной, это Цесна, такая вот, скажем так, значит, они не видят самолетов, вот. Соответственно, аппаратура у них нет, и обязательно она будет где-то через, там, 8, самая ранняя, вот. И вот, те предложения, которые от нас, это, может быть, они, кажется, нелепыми с точки зрения пилотов, которые управляются воздушными солдами, но, тем не менее, вот, пункт второй представление преимущества для беспилотной конверсионной системы, не контролируемая рука. Вы же, когда едете, есть у всех уборочных машинобегающие лампочки, вы же ее объезжаете, а не стоите перед ней, если вам отрезка свернует. Здесь, как бы, такая, примерно, аналогия. Все остальные я уже рассказал. Это вот те параметры, которые нужно контролировать люди, которые собираются приобретать летательный аппарат, соответственно, нужно обязательно спрашивать производителя об этих пунктах. Как и на бумаге, они должны быть написаны в договоре, соответственно, с ним вы можете спросить, так сказать, его ответственность, так и проверить это в реальность, потому что, даже если вы потом заказчик склюете по договорным условиям, изготовить этот аппарат, он будет вам бесконечно ремонтировать этилы, но, тем не менее, вы не сможете окупать самолет, потому что он будет простаивать, если это будет только напомогить арометрами. Но это опять относится к сутку, на которой я сихрою рублю. Ну, в общем, это все. Если есть вопросы, то как и время закончилось, лучше, наверное, задавать на стене. Калиброр, цифровую камеру мы производим в МИИГАИ, и по этому вопросу можно адресовать в МИИГАИ. Кафедра фотограмметрии Михайлов Рослан Павлович. Срок как некоммерческой организации уже существует. Значит, чтобы процесс регистрации пошел в МИИГАИ, надо, чтобы мы набрали 25 членов. Соответственно, вступайте. Сейчас, по-моему, уже 12. А сколько планируется стоимость вступления СРО? Я сейчас точно цифры не помню, но если кто-то сталкивался со строительным СРО, там цифра какие-то нереальная. Это 600 тысяч того, чтобы стать членом СРО. У нас, по-моему, сумма 20 тысяч вступительный взнос. Ну, в общем, я могу сказать так, сумму мы сделали минимальную, чтобы мы можем содержать директора, секретаря и интернет-сайт. И все. То есть тут-то цель не заработать и обеспечить, чтобы можно было закону летать. Поэтому я бы сказал так, что в сумме со страховкой и всеми расходами в год, по-моему, это на каждого члена в районе 50 тысяч рублей. Я могу ошибаться, точную цифру не помню. Это лучше задать вопрос Кирчуку, Сергей, директор АТОСРО, который с компанией Едино свободует. Я его как надо могу любому человеку дать. Я понял вопрос, значит, это требование связано не с летательным аппаратом, а с тем, что если мы говорим о высокоточной съемке с использованием антенны двухсистемной двучасторной соответствующего приемника, при угле накрывания антенны больше 15 градусов, техантенны, которые мы используем, теряется эфемерид и деградирует решение по точности. Соответственно, мы считаем, что нельзя, чтобы крен превышал, ну, либо должно какое-то время. Ну, вот практика показывает. Если я с креном 30 градусов хожу, вышел на прямую линию, мне нужно примерно 300-400 метров пролететь, чтобы у меня решение установило. Соответственно, первые точки не просто по точности плохо подходят. Либо запас такой делает. Соответственно, если большая площадная съемка, эти входы в там 20 штук, я тоже умножаю на 400 метров, сколько получается лишний налет. Для маленьких самолетов, которые летают полтора часа, это может быть критично. Для нас это, наверное, мало критично, все равно время приходится тратить. Конструктивно мы можем летать с креном в 45 градусов. Это не проблема. Ну, все дело в обработке, да, в управу.